Такой вопрос. Это вообще называется уравнение Вассова-Полосон. Да, да, в Ассов-Полосон. Спасибо. Я, кстати, хочу в благодарности. Это очень полезная консультация. А потом дальше, что присоединено уравнение Вассона. Вот первый тогда надо бы назвать уравнение Ювилия, а второй присоединение уравнение Полосона. А все вместе эта система во всем мире всегда называется уравнение Вассова-Полосоном дегравитация. Большое спасибо, кстати, вам за полезные консультации. А вот там про стационарное решение вы не знаете, там, конечно, интересная система должна быть, особенно если вы учитываете эти силы все, которые... Конечно, за счет кориолесовой силы. Это вот эффект, я думаю, аналогичен тому, что если добавить сильное магнитное поле, уравнение Гласса и Максвелла, то там ряд работ, доказанная устойчивая конфигурация. А у нас кориолесовая сила, то есть у нас что-то похоже, как бы слабая магнитная сила, хотя это надо сравнить. Вот должно это как бы по аналогии что-то, потому что вот они же... И еще такой вопрос. У вас греки или троянцы, или те, так сказать, вот кого увидел? Корделевский. Корделевский? Да. Он смотрел, который сзади. Сзади, а впереди, там непонятно что-то. То же самое, это же абсолютно одинаково. Там все семейные. Да. Будет точка Л4. Мне кажется, вы зря две трети упоминаете вообще, одна треть надо говорить. Это я для красного словца. Нет, две трети, две трети, когда вы говорите, то радиус одна треть, все. Это тот регион, две трети расстояния между землёй, где можно что-то еще искать. Ну, это же... Вот когда Владимир Васильевич Белецкий комментировал, значит, облакатку Белецкого, он говорил, что поскольку устойчивость там геноскопическая, то, значит, если добавить силу диссипации, тогда она будет разрушена. Здесь речь идет уже не о равновесии, а о периодическом решении. Как вот здесь обстоит дело? Ну, вы диссипацию, конечно, не рассматривали. Ну, и там для равновесия было бы ясно, что разрушена, а здесь? А здесь, я думаю... Ну, во-первых, эксперимент компьютера показывает устойчивость. Значит, линейное приближение там... Диссипации-то нет бездействия. Да, диссипации нет. Ну, я надеюсь, что все-таки... И там все-таки что, доказано это вот, что устойчива вот эта траектория или нет? Доказано компьютерами. Нет, а компьютерами не было. А так-то аналитически... А у Шлектора и у Кэмела доказывалось аналитическое... Нет, я думаю, что это должно быть уже разрушено. Конечно, конечно. Это долгое уже исследование этих речей. Они вот это тоже обнаружили 1-3, да? Вот это ради... У них тоже большая... Вот это вот рисуночек в книге Маркеева и Анатолия Балча. Это тоже похожая конфигурация. Но это же 1-3, это же точное решение. Это, кстати, как говорится... Аналитическое следование. Да, самое классическое и точное решение. Классическое, почему? Ну, у них была математическая постановка без привязки вот к этому... И доказано, что больше нет никаких вот этих конфигураций устойчивых, да? У них доказано, что есть две устойчивые орбиты с периодом, вот таким периодом, с аналитическим месяцем. Вот именно эти, потому что... Какие речи? Вы говорите про одну, мы слышали 1-3 только, а еще? Подождите, они две, они совпадают, парные. Эти орбиты парные. Одна стартует в момент полнолуния из точки, вот ноль, а вторая дипертальная противоположная. А, то есть она еще от времени не должна быть? Конечно, она же синхронизирована с вращением Солнца. Солнце ближе, Солнце дальше. Вот оно вот так вот и разматывает. И они на противоположных концах? Да, на противоположных концах. И вот так вот эти облака, да. Вот это две-трии. Да, да. То есть у нас одновременно, гипотетически, четыре облака. Два диаметральной точки вибрации Л-4 и еще два точки вибрации Л-5. И еще у троянтов только. Да, да. То есть два плюс два, четыре. Хорошо. Спасибо. 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 Спасибо.